Здравствуйте! В одном из прошлых видео я рассказывал вам о предварительном следствии и дознании. То есть, кто такой следователь, кто такой дознаватель, чем они отличаются. Сегодня поговорим о следующей стадии уголовного процесса, судебной стадии. Вот следователь окончил производство по уголовному делу, передал уголовное дело прокурору для направления в суд. Прокурор передал дело в суд. Там назначили дату судебного заседания. Что происходит в суде и как это происходит? Вот об этом и расскажу. Итак, председательствующий, то есть судья, открывает судебное заседание, объявляет, какое дело рассматривается. Секретарь судебного заседания или помощник судьи объявляет, кто из участников процесса явился. Явился ли обвиняемый, потерпевший, свидетели. Если кто-либо не явился, то рассказывает, по какой причине. Сообщает, по какой причине не явился этот участник. После этого явившиеся свидетели, находящиеся в зале, из зала суда удаляются. Это связано с тем, что свидетель, который еще не дал показания, не может находиться в зале суда. Он может присутствовать в судебном заседании только после того, как сам уже дал показания. Итак, свидетелей удалили. После этого председательствующий судья объявляет состав суда, то есть представляется сам, представляет заседателей, если они участвуют в заседании. Объявляет, кто является обвинителем, защитником, иными участниками процесса, выясняет, есть ли отводы составу суда, разрешает эти отводы, есть ли они имеются. Затем суд должен выяснить личность обвиняемого. То есть председательствующий судья у обвиняемого спрашивает его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, образование. То есть иные данные, которые позволяют с точностью установить, что вот этот человек, это и есть тот самый обвиняемый. Обязательно выясняет председательствующий, вручена ли обвиняемому копия постановления о передаче уголовного дела, о назначении судебного заседания. И если выясняется, что данный документ вручен обвиняемому меньше, чем за пять дней до начала судебного заседания, то дальше судебного разбирательства продолжаться не может. Должно пройти больше пяти дней. Что происходит дальше? Выяснили личность обвиняемого. После этого, как правило, обвинитель зачитывает обвинение. То есть в чем же, собственно, обвиняется вот этот человек. Затем выясняется, понятно ли обвиняемому это обвинение. Если непонятно, то, возможно, разъясняют что-то дополнительное. После этих стадий судья определяет, каким будет дальнейший порядок судебного следствия. Как правило, порядок такой. Вначале допрашивается обвиняемый, затем потерпевший, затем свидетели, затем исследуются письменные материалы уголовного дела. Ну и после этого судебное следствие, если нет необходимости проводить еще какие-то действия, например, назначать проводить экспертизы, какие-то иные возможные следственные действия, после этого судебное следствие будет закончено. Итак, определились с порядком проведения судебного следствия. Далее оно идет по этому порядку. То есть допрашивается обвиняемый, допрашиваются потерпевшие, явившиеся свидетели, эксперты, если в этом есть необходимость. Исследуется после этого письменные материалы дела. То есть либо судья, либо иногда по поручению судей и председательствующего, например, государственный обвинитель, зачитывает и объявляет все материалы дела, письменные доказательства, которые имеются в деле. После этого председательствующий в обязательном порядке выясняет, не желает ли кто-либо дополнить судебное следствие. Ведь в суде можно также предъявлять какие-то доказательства дополнительные. И предъявлять эти доказательства может и сторона обвинения, и сторона защиты. То есть сам обвиняемый и его защитник. Таким образом, очень важна стадия судебного следствия, потому что если в стадии предварительного следствия что-то не было сделано, либо там не участвовал защитник, а это было очень важно, потому что следователь собрал не все доказательства, указывающие, скажем, на невиновность обвиняемого, то у защиты на этой стадии есть возможность эти огрехи исправить. Но если никаких дополнительных материалов нет, все исследовано, следующая стадия – это прения. Что такое прения? В прениях выступает государственный обвинитель, выступает защитник. Если защитника нет, то сам обвиняемый. Потерпевший, где они подводят итог вот этому проведенному следствию, судебному следствию, и высказывают свою позицию. Виновен, невиновен, нужно наказать, не нужно, если наказать, то как? После стадии прений обвиняемому предоставляется возможность выступить в последнем слове. Это то последнее, что скажет обвиняемый до вынесения приговора, потому что сразу после последнего слова обвиняемого суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. И уже, когда суд удалился в совещательную комнату, никаких дополнительных доказательств, никаких свидетелей, то есть ничего сделать нельзя. Остается лишь ждать, когда суд выйдет из совещательной комнаты и огласит приговор. Приговор, конечно, можно обжаловать, но, наверное, об этом в следующий раз. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok